ЧП в центре города 2 марта около 11.00 на втором этаже одной из гостиниц Благовеченска произошло возгорание в кухонном помещении на площади 12 квадратных метров. Персонал и посетителей, 71 человек, экстренно эвакуировали. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, в тушении было задействовано 9 единиц техники и 35 человек личного состава. Огонь локализировали в считанные минуты. Обстоятельства произошедшего выясняются. Объем грузооборота на погранпереходе Сюнькепа-Яркова достиг рекордных показателей за всю историю работы данного пунктопропуска. В 2022 по этому маршруту перевезли более 150 тысяч тонн груза, что в 5 раз больше, чем в 2021. Из России импортировали продовольствие и уголь. Экспорт состоял из металлоконструкций, оборудования для нефтепереработки, грузовиков и самоходной техники. В денежном выражении весь грузооборот оценивается в 1,322 млрд юаней. В этом году для обеспечения трафика пассажирская пристань на погранпереходе Сюнькепа была перепрофилирована в грузовую. Об этом сообщает одно из печатных изданий «Хайлудзян». В Минлисхозе Амурской области создаются оперативные группы, которые будут искать поджигателей. В состав каждой бригады войдут сотрудники лесничеств, полиции, МЧС, охоту управления и представители администрации населенных пунктов. Они получат высокопроходимую технику и квадрокоптеры. Сейчас разрабатываются маршруты патрулирования. Особое внимание предполагается уделить Архаринскому и Серышевскому округам, а также Мазановскому району. В этих территориях во время прошлого пожароопасного сезона выявлено наибольшее количество возгораний по вине человека. Помимо этого, на обнаружение поджигателей будут акцентированы скрытые фото- и видеокамеры. В Белогорске хотят ликвидировать детский сад номер 6, а вместо него расположить там музей. Об этом сообщил мэр города в своем телеграм-канале. После наводнения 2021 года объект законсервировали из-за аварийного пищеблока. На его ремонт необходимо около 30 миллионов рублей. Ежегодно содержание здания обходится муниципалитету более чем в 3 миллиона рублей. Проблем с местами в дошкольных учреждениях в городе нет, отметил глава муниципалитета. При этом в городском музее почти 98% экспонатов находятся в фондах хранилища. Предполагается здание музея продать примерно за 15 миллионов рублей. Добавить к этой сумме еще 14 миллионов, их областной бюджет направит в 2024 году на ремонт культурного объекта. Общую сумму потратить на модернизацию детского сада, превратив его в один из лучших музеев региона. Горожан приглашают принять участие в публичном обсуждении этого вопроса в 9 часов утра 30 марта. В Благовещенске завершился муниципальный этап конкурса педагогического мастерства. В этом году за звание лучшего педагога города сражались 19 человек. Двое мужчин и 17 женщин. Среди конкурсантов было 10 учителей, 6 воспитателей и 3 педагога дополнительного образования. В творческом состязании благовещенских воспитателей победителем стала Татьяна Хрупова из прогимназии. А в номинации «Учитель года» первое место завоевала преподаватель русского языка и литературы 12-й школы Елизавета Мельникова. Победители конкурсов каждой из 12 номинаций будут представлять областную столицу на региональном конкурсе педагогического мастерства. А в Благовещенском педуниверситете 3 марта назовут победителей творческого конкурса мастерства среди студентов. В течение трех дней здесь перед компетентным жюри выступают конкурсанты, представляющие не только все факультеты БГПУ, но и Амурского педагогического колледжа. Заданий несколько, начиная от визитной карточки, презентации и заканчивая публичным выступлением и открытым уроком в школе. Подобное профессиональное соревнование студентов проводится в БГПУ уже в 23-й раз, причем сам конкурс уже готов выйти на региональный уровень. Появилось новое задание, связанное с психолого-педагогическими классами, причем второй год участвуют не только студенты БГПУ, но еще и Амурского педагогического колледжа. И есть такие серьезные уже проработки, чтобы сделать этот конкурс региональным, а может быть даже межрегиональным. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!